Вариант не идеальный, но вполне подходящий. В этом чудо о чесноке мы раскопали, немножко углубили в междуряди. Мы его заранее садили, я его поранее порежу, видите, полметра между рядами. Так обычно чеснок не садится. Я видел, что с оси нет влаги, посадил его порежу. Четвертонная самопальная стерна на колесах и заливаем. Ну где-то из расчета, я сейчас подсчитал, 50 мм на квадратный метр. 50 литров. Я думаю, что чеснок отреагирует на нашу заботу. Ну грех такое чудо оставлять. А корневая система ореха, там где она, она уже здесь находится где-то под чесноком, ей тоже будет неплохо. Ну и дополнительно мы будем поливать орех. Значит, сегодня мы поливаем чеснок, а потом будем прикрывать его, мульчировать опилкой, для того, чтобы влага не терялась. Все продумано, просчитано. Видите, в лунках, что, чем Бог послал. Вот тут бурьяны, там остатки чекляжа, дальше остатки сена, солома, навоз. Все это должно работать на успех. Примитивно, но работает. Я здесь не могу поставить, у меня есть разбрызгиватели, пистолеты, но они будут неэкономично расходовать влагу. Здесь я конкретно даю в канаву, и на завтра эту канаву закрою опилкой. Законсервирую влагу. Ну и будем, уже будем более спокойно ждать осадок. Такая же картина у нас, вот мы сделали борозду в Ореховом саду. Сейчас мы там остановим шланги, я покажу, как мы будем поливать Ореховом саду. Надо бороться с этой природной катастрофой. Сидя сложа руки, мы не выдержим. Продолжение следует...